Вопросы налоговых и неналоговых доходов в бюджет региона обсудили на рабочем совещании под руководством Артема Сдунова. Финансовая стабильность, отметил премьер, возможно лишь при максимальном увеличении собственных доходов бюджета. И над этим необходимо работать. Основным критерием в сборе налогов станет введение хозяйствующих субъектов в налоговый оборот. То же самое хотел бы сказать про инвентаризацию объектов газового электрохозяйства. Провели заседание правительства, есть четкий план, мы все вместе, единодушно причем, его утвердили. Очень важно, чтобы в ходе инвентаризации вместе с Екатериной Андреевной, вместе с комиссией, которая создана, работала тоже наша федеральная налоговая служба. Десять раз предприятия и предпринимателей не надо посещать. То сначала одни пришли, потом вторые пришли, вот и занимаемся тем, что мы их шубаем. Надо зайти внимательно посмотреть, есть объект на учете, нет. Если это наш объект, его надо поставить на учет, начинать сдавать в аренду соответствующим организациям, получать неналоговые доходы. Если объект коммерческий, надо посмотреть, как выстроен налоговый учет. Все очень четко, ничего нового думать не надо. Все везде прописано. За первый квартал 2018 года в бюджет республики поступило налоговых и неналоговых доходов на сумму 8,4 миллиарда рублей. Это 25% годового плана. Но отдельные предприниматели продолжают скрывать объемы произведенной продукции, поэтому рынке следует снова проверить, поручил Сдунов. Также затронули тему карьеров. Глава Кабмина дал поручение Набиле Карачаеву проанализировать ситуацию, обратив внимание на наличие лицензий. Далее участники совещания рассмотрели ход подготовки к проведению чемпионата Европы. Как отметил Артем Сдунов, следует сосредоточиться на вопросах организации встреч гостей и участников, а также их размещении. В преддверии масштабного мероприятия планируется провести субботник в Махачкале. Столичной администрации рекомендовано привести в порядок пляж Березку и организовать на прилегающей территории стоянку для автомобилей.